Тогда, в 1913 году, основатели компании Aston Martin не подозревали, что однажды их роскошные машины будут сражаться со злом по всему миру. Главное в Aston Martin их изысканная красота. Каждый угол, каждая линия выверены так, чтобы облик машины был безупречен. Благодаря своему золотому сечению автомобили Aston Martin числятся среди прекраснейших в мире. Вот уже полвека Aston Martin – поставщик авто для супершпиона Джеймса Бонда. В борьбу с самыми коварными злодеями кино Aston Martin вступил в 1963 году, когда был снят «Голдфингер». После его выхода компании пришлось удвоить производство машин моделей DB5, так подскочил на них спрос. Спустя 50 лет легендарный автомобиль вернулся на экраны в новой самой успешной ленте Бондианы 007 координаты Skyfall. Тогда, в 1913 году, основатели компании Aston Martin не подозревали, что однажды их роскошные машины будут сражаться со злом по всему миру. Главное в Aston Martin их изысканная красота. Каждый угол, каждая линия выверены так, чтобы облик машины был безупречен. Благодаря своему золотому сечению автомобили Aston Martin числятся среди прекраснейших в мире. Вот уже полвека Aston Martin – поставщик авто для супершпиона Джеймса Бонда. В борьбу с самыми коварными злодеями кино Aston Martin вступил в 1963 году, когда был снят «Голдфингер». После его выхода компании пришлось удвоить производство машин моделей DB5, так подскочил на них спрос. Спустя 50 лет легендарный автомобиль вернулся на экраны в новой самой успешной ленте «Бондианы» 007 координаты Skyfall. Ауди произвела революцию в автомобильной индустрии, впервые снабдив дорожный автомобиль полным приводом. Благодаря этой технологии Ауди Quattro удалось превзойти всех в ралли группы B – новом гоночном классе, почти свободном от ограничений. После дебюта в 1983 году на ралли в Монте-Карло Quattro A1 побеждал в Швеции и Португалии. A2 выиграл 8 мировых ралли – 3 в 1983 и 5 в 1984. Другие компании тоже бросились разрабатывать собственные полноприводные системы, но гонки группы B вскоре прекратились. Сказалось отсутствие ограничений в сочетании с огромной мощностью машин, обернувшиеся чередой трагичных несчастных случаев. В наши дни жизнь Quattro продолжается под названием Quattro GmbH – это тюнинговый отдел Ауди, где делают самые мощные машины этой марки. Полный привод Quattro считается образцом для всех аналогичных систем. Ауди произвела революцию в автомобильной индустрии, впервые снабдив дорожный автомобиль полным приводом. Благодаря этой технологии Ауди Quattro удалось превзойти всех в ралли группы B – новом гоночном классе, почти свободном от ограничений. После дебюта в 1983 году на ралли в Монте-Карло Quattro A1 побеждал в Швеции и Португалии. A2 выиграл 8 мировых ралли – 3 в 1983 и 5 в 1984. Другие компании тоже бросились разрабатывать собственные полноприводные системы, но гонки группы B вскоре прекратились. Сказалось отсутствие ограничений в сочетании с огромной мощностью машин, обернувшиеся чередой трагичных несчастных случаев. В наши дни жизнь Quattro продолжается под названием Quattro GmbH – это тюнинговый отдел Ауди, где делают самые мощные машины этой марки. Полный привод Quattro считается образцом для всех аналогичных систем. История компании BMW наполнена событиями. Она производила все – от мотоциклов до авиамоторов. Поэтому многие считают, что на эмблеме BMW изображен пропеллер. На самом деле круг, разделенный на четыре части, представляет цвета баварского флага. С 1972 года спортивный отдел компании BMW Motorsport превращает машины высокого класса в мощные гоночные автомобили. Они помечаются литерой M. Побед в гонках фирма достигла быстро. Самым успешным в этом классе в 1970-х был BMW 3.0 CSL. BMW многого добилась и в американской серии Le Mans, победив в классе GT в 2010 и 2011 годах. Всего же BMW выиграла 17 европейских и четыре мировых чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей, доказав проверенные технологии у этой марки в крови. Первый Corvette построили в 1953 году. Кузов у него был из стекловолокна. Стали в послевоенные годы не хватало. Продажи шли вяло, и фирма решилась пойти на радикальную переделку автомобиля. Двигатель заменили на восьмицилиндровый V-образный с малым блоком. Так Corvette превратился в первую в Америке настоящую спортивную машину. И усовершенствования оправдали себя. С Corvette стали считаться на трассах. Он выиграл в Дайтоне, взял множество первых призов на Trans-AM и семь раз подряд победил в своем классе в рамках гонки 24 часа Le Mans. При этом Corvette вполне доступен и обычному автолюбителю. Соотношение цены и качества у этой машины – одно из самых выгодных. Первый Corvette построили в 1953 году. Кузов у него был из стекловолокна. Стали в послевоенные годы не хватало. Продажи шли вяло, и фирма решилась пойти на радикальную переделку автомобиля. Двигатель заменили на восьмицилиндровый V-образный с малым блоком. Так Corvette превратился в первую в Америке настоящую спортивную машину. И усовершенствования оправдали себя. С Corvette стали считаться на трассах. Он выиграл в Дайтоне, взял множество первых призов на Trans-AM. И семь раз подряд победил в своем классе в рамках гонки «24 часа Ле-Мана». При этом Corvette вполне доступен и обычному автолюбителю. Соотношение цены и качества у этой машины – одно из самых выгодных. Духовный наследник легендарной модели AC Cobra – Dodge Viper – был по задумке гоночной машиной 60-х, построенной по технологиям 90-х. Идея была в том, чтобы впихнуть огромный двигатель, 10-цилиндровый Magnum, в маленький спортивный автомобиль. Мотор был так велик, что всю машину пришлось буквально строить вокруг него. Его массивный капот – самая дорогая запчасть в истории американского автомобиля. Viper 2013 года может похвастаться самым большим двигателем из всех серийных автомобилей – 8,4 литра. Скорость у него соответствующая. Команда Viper трижды побеждала в Лимане, причем в 1998 году заняла 6 верхних строчек в таблице. В 2011-м Viper AC RX установил рекорд в своем классе, проехав круг Нюрбургринга за 7 минут и 3 секунды. Духовный наследник легендарной модели AC Cobra – Dodge Viper – был по задумке гоночной машиной 60-х, построенной по технологиям 90-х. Идея была в том, чтобы впихнуть огромный двигатель, 10-цилиндровый Magnum, в маленький спортивный автомобиль. Мотор был так велик, что всю машину пришлось буквально строить вокруг него. Его массивный капот – самая дорогая запчасть в истории американского автомобиля. Viper 2013 года может похвастаться самым большим двигателем из всех серийных автомобилей – 8,4 литра. Скорость у него соответствующая. Команда Viper трижды побеждала в Лимане, причем в 1998 году заняла 6 верхних строчек в таблице. В 2011-м Viper AC RX установил рекорд в своем классе, проехав круг Нюрнбургринга за 7 минут и 3 секунды. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Незабытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Незабытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Незабытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Не забытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Не забытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. У Ferrari одна цель – мощность. Золотой стандарт высшего класса автомобилестроения доминирует на гоночных аренах вот уже 80 лет. Основатель фирмы Enzo Ferrari даже жил на втором этаже собственной мастерской, работал не покладая рук. Не забытый характерный стиль Enzo Ferrari. Каждую новую машину красят во все тот же фирменный красный цвет. Команде Ferrari принадлежит большинство рекордов среди гоночных болидов. Но ее победы не только на трассах. Задорный вид и славная история сделали бренд Ferrari самым дорогим на свете. Он обогнал даже таких гигантов, как Apple и Samsung. Успех и стиль – вот почему фанаты автогонок во всем мире мечтают именно о Ferrari. В течение 1960-х «Форд» вкладывал немало сил и средств в полный риск и мир автогонок. Эту эпоху обостренной конкуренции ничто не характеризует ярче, чем яростное соперничество между «Форд» и «Феррари». Генри «Форд» II пытался купить «Феррари», но в последний момент основатель компании дал сделке задний ход. Взбешенный «Форд» решил создать машину, которая превзойдет «Феррари». Так появился GT40. В 1966-м «Форд» бросил чемпиону вызов. «Феррари», к тому времени шесть раз подряд побеждавшая в Лимане, потерпела сокрушительное поражение. Пилоты «Форда» заняли все три места на пьедестале. GT40 выигрывал гонку в Лимане четырежды подряд. С 1966 по 1969. Его наследие живет и поныне. Это «Форд GT» — современная версия классической модели GT40, сохранившая ее нестареющий стиль. Великолепная история «Ламборгини» началась с обиды. Дело было так. У «Ферручо Ламборгини» была вполне успешная фирма по производству тракторов. Когда он потребовал более качественные запчасти для своей «Феррари», их производитель, Энсо Феррари, попросту отмахнулся от слов обычного тракториста. Разъяренный «Ламборгини» решил доказать свою правоту, сделав машину лучше, чем у заносчивого «Феррари». Характерен их внешний вид — острые углы, массивные крылья, лобовые стекла с большим скосом. Но самым вопиющим новшеством стали поднимающиеся вверх двери, впервые появившиеся на «Ламборгини» «Каунтач» и с тех пор отличающие все флагманские модели фирмы. Идея изначально была в том, чтобы легче вылезать из машины на тесной парковке. Энтузиасты стиля «Ламбо» принялись ставить такие же двери на самые разные машины — от джипов до «Хонда Сивик». Великолепная история «Ламборгини» началась с обиды. Дело было так. У Ферручо «Ламборгини» была вполне успешная фирма по производству тракторов. Когда он потребовал более качественные запчасти для своей «Феррари», их производитель, Энсо Феррари, попросту отмахнулся от слов обычного тракториста. Разъярённый «Ламборгини» решил доказать свою правоту, сделав машину лучше, чем у заносчивого «Феррари». Характерен их внешний вид — острые углы, массивные крылья, лобовые стёкла с большим скосом. Но самым вопиющим новшеством стали поднимающиеся вверх двери, впервые появившиеся на «Ламборгини» «Каунтач» и с тех пор отличающие все флагманские модели фирмы. Идея изначально была в том, чтобы легче вылезать из машины на тесной парковке. Энтузиасты стиля «Ламбо» принялись ставить такие же двери на самые разные машины — от джипов до «Хонда Сивик». Великолепная история «Ламборгини» началась с обиды. Дело было так. У «Ферручо Ламборгини» была вполне успешная фирма по производству тракторов. Когда он потребовал более качественные запчасти для своей «Феррари», их производитель, Энсо Феррари, попросту отмахнулся от слов обычного тракториста. Разъярённый «Ламборгини» решил доказать свою правоту, сделав машину лучше, чем у заносчивого «Феррари». Характерен их внешний вид — острые углы, массивные крылья, лобовые стёкла с большим скосом. Но самым вопиющим новшеством стали поднимающиеся вверх двери, впервые появившиеся на «Ламборгини» «Каунтач» и с тех пор отличающие все флагманские модели фирмы. Идея изначально была в том, чтобы легче вылезать из машины на тесной парковке. Энтузиасты стиля «Ламбо» принялись ставить такие же двери на самые разные машины — от джипов до «Хонда Сивик». Марка «Лексус» была основана компанией «Тойота» в 1983 году с целью создать бренд, не уступающий лучшим европейским машинам. Эту задачу «Лексус» выполнил и перевыполнил. Более 10 лет он лидировал по продажам в своём классе. Программа «Лексус Ф-спорт» добавила и без того великолепной машине повышенную мощность и различные аксессуары. Венцом программы стал суперкар «ЛФА» — самая дорогая серийная машина в японской истории. С каждым проданным автомобилем «Лексус» не зарабатывал деньги, а терял. «ЛФА» породила целую линейку «Ф-спорт», в мощных машинах которой использовались разработанные для суперкара технологии. Всего «Лексус» предлагает семь разновидностей «Ф-спорт» — семь образцов легендарного совершенства. Отец Брюса Макларена держал в новозеландском Окленде автосервис, и мальчика с рождения окружали машины. В 22 года Брюс стал самым юным победителем в истории Гран-при, да и в дальнейшем его команда оставалась одной из наиболее успешных гоночных команд. Девиз Брюса Макларена был «Незамысловат. Никаких компромиссов». Эту философию перенял и производственный отдел Макларен, одержимый совершенством и качеством. Ну а технологический центр Макларен выводит внимание к деталям на еще более высокий уровень. Каждое помещение на фабрике обустроено для фанатиков автодела. Там даже в столовой давление чуть ниже атмосферного, чтобы запахи еды не выходили за ее пределы. В 1992 году фирма представила самую быструю и технологически совершенную серийную машину тех лет – легендарный Макларен F1. Битва за идеал продолжается. Макларен все так же идет в авангарде производителей суперкаров. Подразделение компании Mercedes-Benz, занимающееся тюнингом автомобилей AMG, создает одни из лучших машин на свете. Тут нет конвейеров. Каждую машину AMG вручную собирает один техник. Берет пустой блок двигателя и ставит на него детали. А когда все тщательно протестирует, закрепляет на капоте табличку со своей личной подписью. Такая дотошность хорошо окупается. С 1988 года машины, доведенные до ума в мастерской AMG, правят бал на трассах высшей лиги кузовных гонок в Германии. Команда, выигравшая 160 гонок и завоевавшая 10 водительских титулов и 15 конструкторских, стала самой успешной за всю историю этой лиги. В последнее время AMG уже не ограничивается Мерседесами. Ее уникальные двигатели можно увидеть на таких суперкарах, как Пагани Хуайра. Skyline – премиальный спортивный бренд компании Nissan. Но создавалась эта линейка не для гонок. Skyline был семейной моделью среднего размера, первой японской машиной для европейцев. На гонках Skyline дебютировал в 1960-х в японском Гран-при. Длинная колесная база и шины с низким уровнем сцепления сделали его одной из первых популярных машин для дрифта. В 1969-м вышла первая модель Skyline повышенной мощности GT-R. Ей предстояло превратиться в танк с множеством лошадиных сил. R32 подмял под себя всех на гонках группы А, одержав за четыре сезона 29 побед. Он же выиграл чемпионат Японии по GT 1993 года и поставил мировой рекорд по дрэгрейсингу среди полноприводных автомобилей. RUF специализируется на невозможном – на улучшении Porsche 911. Это не просто тюнинговая мастерская, а бутик, где производят суперкары. Создают для Porsche детали по индивидуальным проектам, чтобы вывести машины на еще более высокий уровень эксплуатационных характеристик. В 1987 году RUF представил CTR – существенно модифицированную версию Porsche 911 ограниченной серии. Получившись за свою яркую окраску прозвище Yellow Bird – желтая птица, CTR в том же году бросил перчатку соперникам на Нюрнбургринге, где разогнался до рекордных 342 километров в час. Впоследствии владельцы переделывали много 911-х, но оригинальных желтых птиц было всего 29. Следующие модели CTR-2, RT-12 и RT-12S были еще лучше, чем классические CTR, продолжив традицию непревзойденных Yellow Bird. RUF специализируется на невозможном – на улучшении Porsche 911. Это не просто тюнинговая мастерская, а бутик, где производят суперкары. Создают для Porsche детали по индивидуальным проектам, чтобы вывести машины на еще более высокий уровень эксплуатационных характеристик. В 1987 году RUF представил CTR – существенно модифицированную версию Porsche 911 ограниченной серии. Получившись за свою яркую окраску прозвище Yellow Bird – желтая птица, CTR в том же году бросил перчатку соперникам на Нюрнбург-ринге, где разогнался до рекордных 342 километров в час. Впоследствии владельцы переделывали много 911-х, но оригинальных желтых птиц было всего 29. Следующие модели CTR-2, RT-12 и RT-12S были еще лучше, чем классические CTR, продолжив традицию непревзойденных Yellow Bird. У ТВР большой опыт по производству необычных автомобилей. Компания ТВР, сперва она называлась Trevcar Motors, была основана в 1947 году в Blackpool, Англия, Тревором Уилкинсоном. Его первый автомобиль представлял собой корпус из сплава на трубчатом шасси. Но с тех пор корпуса всех автомобилей ТВР производятся из стекловолокна. Больше всего эти машины известны своим причудливым дизайном. Кое-какие детали явно дорабатываются в последний момент. Например, спойлер из прозрачного плексигласа, чтобы не загораживать обзор. Или закрытые воздушные клапаны для защиты от грязи. Подушки безопасности, регулирование тягового усилия, антиблокировочная тормозная система, даже обычные зоны деформации. Обо всем этом в ТВР не слышали. Хотя компания закрылась, ее модели по-прежнему популярны среди поклонников таких автомобилей. Духовный наследник легендарной модели AC Cobra, Dodge Viper, был по задумке гоночной машиной 60-х, построенной по технологиям 90-х. Идея была в том, чтобы впихнуть огромный двигатель, десятицилиндровый Magnum, в маленький спортивный автомобиль. Мотор был так велик, что всю машину пришлось буквально строить вокруг него. Его массивный капот – самая дорогая запчасть в истории американского автомобиля. Viper 2013 года может похвастаться самым большим двигателем из всех серийных автомобилей – 8,4 литра. Скорость у него соответствующая. Команда Viper трижды побеждала в Лимане, причем в 1998 году заняла 6 верхних строчек в таблице. В 2011-м Viper AC RX установил рекорд в своем классе, проехав круг Нюрбургринга за 7 минут и 3 секунды. Продолжение следует...